Особая ценность этого семейного музея – вот эта шашка, наградное оружие знаменитого русского генерала Михаила Скобелева. И его же коллекция оружия разного времени – от бунчуков с конскими хвостами, это был персидский символ власти, до восточных сабель и турецких пистолетов. Все эти вещи бережно сохранила сестра Скобелева Ольга Шереметьева. Неоднократно он посещал сестру, и близкие у них очень были отношения. И после его смерти Ольга Дмитриевна устроила вот такой даже мемориальный зал, Скобелевский зал. Отдельный зал на выставке, посвященный самой Ольге Дмитриевне. В молодости она была фрейлиной у супруги Александра II, а в годы русско-турецкой войны стала сестрой милосердия. Общество оценило это как первый шаг к эмансипации женщин. Ольга Шереметьева увлекалась музыкой и даже сама писала военные марши. «Деус консерват омния. Бог сохраняет все» – лозунг с дворянского герба Шереметьевых. Несколько веков представители этого старинного рода жили на Нижегородской земле и собирали здесь антиквариат. Интерьеры на выставке точно воссозданы по фотографиям тех лет. На своих местах мебельный гарнитур, инкрустированный слоновой костью, французское зеркало, шкаф эпохи итальянского ренессанса, северский фарфор. Шереметьевы, как люди, знающие толк, но это было частью дворянской культуры, дворянского воспитания. В искусстве декоративно-прикладном могли приобретать такие вещи, может быть, случайно, может быть, нет. В поисках подобных предметов на антикварных аукционах у иностранцев. То есть тут как бы можно фантазировать на эту тему. В своем стремлении к коллекционированию Шереметьевы не были лишены юмора. На этом блюде художник Бернар Полиси увековечил настоящих змеи-ящерец. Значение этих предметов искусствоведами оценивается по-разному. То есть помимо того, что это такое влечение, характерное для эпохи возрождения миром естественной природы, это такая шутка над гостями. То есть поставив такое блюдо на стол, ну, наверное, можно было испугаться, что на тебя сейчас поползет вся эта живность. В своем семейном музее Шереметьевы собрали, кажется, все памятники мировой художественной культуры. Гости нашего города, придя на выставку, точно найдут здесь экспонаты, которые видели в музеях своих стран. Оксана Панагошина, Владимир Гайдай. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова